Способно ли убить человека пуля, которую выпустили в небо и которая упала ему на голову? А может быть, кому-то хотелось посмотреть, что случится, когда выстрелишь в гранату? И для этого видео я собрал 5 вещей, на которые очень любопытно посмотреть, но которые точно не стоит повторять дома. Поэтому в ролике будут стрелять в другие патроны, в ствол другого оружия и делать другие непотребства. Если тебе стало интересно, то обязательно ставь лайк и смотри ролик до конца. Откуда у тебя этот нож? Нашел. Откуда? Твоя мама подарила. Хорошо, давай по-другому. Ты же таксистом работаешь. Давай. Стой. Изи дроп? Да, босс, там топовый шмот. Я эти перчатки там выиграл. Ладно, отдавай телефон и проваливай отсюда. И почему я вечно узнаю обо всем последней? Я же говорил вам, босс. Ладно, давай сюда телефон. Эээ! Это другая мобила. Чёрт, держите его! Стоять! Изидроп. Не упусти свою удачу. Так что переходи на Изидроп по ссылочке в описании и получи там все самые классные скины из CSGO, при этом не потратив кучу денег за совсем небольшую сумму. А еще при пополнении обязательно активируй промокод, который сейчас виден по центру экрана, с ним ты получишь плюс 40% к пополнению. А это означает, что если ты закинул 1000 рублей, то тебе еще плюс 400 рублей дается абсолютно на халяву. Здесь уже сотню людей получили классные скины на свой любимый авик, диссерт игл или может быть ножи с перчатками, так что и ты переходи по ссылочке в описании на Изидроп и наполняй свой инвентарь интересными скинами. И о самом первом эксперименте мне кажется, что задумывался хоть раз любой мужчина, и автор данного эксперимента не был исключением, ведь он решил проверить, что же будет, если выстрелить в оружейный патрон. Для этого он взял пневматический пистолет, стреляющий свинцовыми шариками и патроны самых разных калибров. Целью было выстрелить в патрон таким образом, чтобы шарик попал ровно в капсюль, который в свою очередь привел его в действие механизм воспламенителя этого самого патрона. И как мы можем наблюдать в замедленной съемке, шарик действительно попадает в капсюль и патрон выстреливает. Но на мой взгляд, интереснее всего подоблюдать за поведением патронов дробовика. Ведь при выстреле мы четко видим, как сначала вылетает куча искор от работы капсюля, и далее после небольшой задержки воспламеняется горючее вещество внутри самого патрона и происходит выстрел. Но что же будет, если все эти патроны заморозить? По сути, само вещество и воспламенитель не должны потерять своих детонирующих свойств. Однако не стоит забывать о том, что движение шпильки капсуля это все-таки механизм, и если его уже заморозить, то добиться детонации и быстрого движения этой шпильки будет труднее. Поэтому патрон от дробовика и не выстреливает. Но с железными шариками в принципе понятно. А что будет, если выстреливать реальным боевым патроном в другой боевой патрон? Скорее всего, ничего хорошего. Ведь кинетическая энергия пули, выпущенной из оружия, настолько большая, что скорее всего капсюль целого патрона просто разлетится на части быстрее, чем успеет детонировать. Более того, после попадания по капсюлю, пуля продолжит движение дальше и нарушит всю структуру гильзы, которая в свою очередь и является одним из факторов, из-за чего пули передается кинетическая энергия при детонации заряда. Ну и я думаю, не стоит напоминать, что такое повторять дома явно не стоит. Как и вообще где-либо еще. Следующий интересный вопрос, который когда-нибудь появлялся у каждого в голове. Что будет, если выстрелить пулей в воздух и после этого она упадет сверху обратно? Может ли она нанести какие-то невероятные повреждения случайному прохожему или вообще его убить? Ну что ж, давайте рассмотрим пулю от автомата Калашникова калибра 7,62. Из школьного курса физики мы можем помнить, что любое тело, запущенное вверх, медленно теряет ускорение, после чего доходит до точки, где на мгновение скорость данного тела снижается до нуля, под воздействием силы гравитации, и далее на это тело уже начинает действовать ускорение свободного падения. То есть если мы выстрелим в воздух пули от Калаша, а также применим к расчетам баллистические таблицы скорости, вращения и массы, которые есть в различных учебниках, то мы выясним, что такая пуля пролетит вверх примерно на 1,8 километра, после чего начнет падать, и ближе к земле ускорение при учете сопротивления воздуха будет равняться 110 метрам в секунду, что в свою очередь при попадании в другое тело с двумя руками и ногами будет иметь кинетическую энергию в 50 джоулей. И если учитывать тот факт, что для человека попадание пули с силой в 80 джоулей является смертельным, то тогда вероятность летального исхода будет примерно 50%. Но не стоит забывать, что пуля еще и имеет конусовидное окончание, которое при попадании может неплохо так пробить череп, если воткнется вертикально вниз. Более того, это бы рассчитывали только кинетическую энергию самой пули, но не попадание, ведь важна еще и площадь соприкосновения. И в таком случае энергия будет равняться 110 джоулям на квадратный сантиметр, учитывая острую форму пули. А этого уже вполне достаточно, чтобы нанести летальный урон. Так что да, пуля, упавшая с неба, реально может кого-то убить. Следующий тупейший эксперимент звучит примерно так. Что же будет, если выстроить двумя пулями одновременно друг в друга? Для того, чтобы провести такой эксперимент, нужно соблюсти кучу факторов, начиная от точности наведения оружия друг на друга и заканчивая синхронностью выстрелов. Для этого нужно было взять пневматические переключатели, которые бы при замыкании цепи одновременно нажимали на спусковые крючки и оружие. И в этом эксперименте были использованы два ружья и патроны с цельными пулями. И в данном случае мы можем наблюдать, как пули сталкиваются друг с другом, и из-за выделения большого количества тепла даже появляется пламя на момент. При этом энергия попадания настолько большая, что пули буквально сплавляются друг с другом и становятся единым целым. Так что данный эксперимент хоть и очень тупой, но результаты весьма интересные. То есть в теории возможно, что два человека, выстрелившие друг в друга, не получат урона, если их пули столкнутся. А теперь кое-что поистине интригующее. Вы ведь тоже в некоторых компьютерных играх пытались выстрелить в летящие гранаты или даже в С4. И действительно, фильмы и игры закрепили в наших умах мнение, что выстрел в бензобак или любое другое взрывчатое вещество непременно должно сдетонировать это самое вещество. Теперь-то мы с вами узнаем, что же на самом деле произойдет с гранатой в реальной жизни, если в нее выстрелить. Но на самом деле, сдетонировать гранату в реальной жизни не настолько просто. Любая граната имеет детонатор, который запускается доставанием чеки и отскоком в ручке скобы. После этого детонатор воспламеняет вещество в стенках гранаты. Причем температура для детонации должна быть очень высокой. Если выстрелить из автомата Калашникова по гранате, в любую часть, кроме центральной, то детонации не произойдет. Ведь горючее вещество в детонаторе не было задето. Другой же результат будет, если попасть прямо в детонатор гранаты. Тогда она действительно взрывается. И с тротиловой шашкой происходит примерно похожая ситуация. Ведь если попасть в саму шашку, то ничего не случается. Ведь для взрыва нужен специальный детонатор, которым обычно снабжают подобные установки. Так что стрельба в ящик со взрывчаткой в реальной жизни с большей долей вероятности будет не столь эффективной, как это показано в компьютерных играх. Ведь как мы понимаем, детонатор это маленькая деталька, точно попасть в которую достаточно сложно. И в большинстве случаев расстрел что гранаты, что взрывчатки, не приведет ни к какому эффекту. Ну и последний, специальный тупорелиший эксперимент, который только можно придумать с оружием. Это что будет, если взять два пистолета, навести их дуло вплотную друг на друга и одновременно выстрелить. Этим и решил заняться автор канала «Разрушительное ранчо» и проверить, что мы получим в итоге. Он взял деревянную доску, на которую закрепил с помощью специальных строительных пластиковых стяжек два пистолета. Первые две попытки разрушить пистолеты не увенчались успехом. Ведь, во-первых, он не использовал автоматику для одновременного спуска оружий, а использовал обычную веревку. И, видимо, калибры двух предыдущих пистолетов, стрелявших в ГЛОК, были слишком маленькими, чтобы нанести серьезный ущерб стволу пистолета. То есть при выстреле две пули влетают друг в друга, и пуля с большей кинетической энергией, по идее, должна толкать массу в сторону, с которой эта энергия будет меньше. А вот, например, Десерт Игл смог пробить пистолет насквозь, даже несмотря на то, что выстрелы вроде как были произведены одновременно. И, естественно, после таких экспериментов большинство пистолетов пришли в полную негодность. И какой итог? Да хер его знает, эксперимент-то тупой. Так что итог такой, что в итоге мы имеем кучу раздобанного оружия. Ну или же из этого можно понять, что если во время активной перестрелки пуля залетела вам прямо в ствол, а точнее сказать, в ствол вашего оружия, то в этом случае оружие действительно может выйти из строя. Хотя в любом современном шутере такой фактор, естественно, нигде не учитывается, собственно, как и в фильмах. А какие еще интересные теоретические эксперименты с оружием вы бы хотели увидеть? Напишите об этом в комментариях и ставьте лайк этому ролику, чтобы следующее видео вышло намного быстрее. Давно хочешь поиграть в новый Dead Island 2 или, может быть, в новый Outlast? Тогда заходи на мой личный магазин игр Weapons Games, где можно активировать все игры прямо у тебя в стиме без каких-либо проблем. Несмотря на все санкции и ограничения, наш персонал поможет тебе все активировать прямо на твоем аккаунте. Так что приходи на сайт за самыми последними новинками. Причем здесь ты можешь попробовать как стопроцентную покупку, где ты просто приобретаешь игру, так и попробовать испытать свою удачу, чтобы получить нужную тебе игру до 10 раз дешевле. Но при этом даже если нужная игра тебе не выпадет, ты все равно не уйдешь с пустыми руками. А еще, сделав любую покупку в магазине, ты можешь получить в подарок и другие Трипл Э игры. Для этого просто зайди в раздел Раздач и введи там номер своего заказа и получи на халяву какой-нибудь RDR2 или, например, Киберпанк. Но также здесь в разделе с подарками можно получить на халяву до 500 рублей на баланс своего Стима. Так что ссылочка на мой магазин ждет тебя в описании внизу под роликом.